9 февраля Десногорск стал местом проведения уже традиционной инженерной олимпиады. Старшеклассникам, победителям и призёрам отборочного тура предстояло решить 6 задач по физике за 3 часа. При этом сами задания требуют понимания не только сути физических законов, но и их работу на практике. Это разносторонне заниматься физикой. То есть это не из-за зубривания формул. Это попытка докопаться до самой сути. При этом не нужно забывать про математику. Организатор мероприятия концерн «Росэнергатом» совместно с ведущими инженерными вузами России, а также Смоленское АЭС и администрация Десногорска. Олимпиада проходит уже в девятый раз на 17 площадках городов России и зарубежья. Такая очень отличительная черта, может быть даже неудобная для организаторов, это то, что инженерная олимпиада школьников проходит на всех площадках в один и тот же день, даже в одно и то же время. То есть там в зависимости от разницы счетовых поясов, она начинается в разное время. Имена призеров объявят в конце марта-начале апреля. Они получат разные льготы при поступлении в зависимости от вуза. В некоторых случаях можно стать студентом вне конкурса. Но в любом случае участники мероприятия получат один балл в личный зачет при поступлении в НИЯУ МИФИ. Я планирую идти на атомную отрасль. Я конкретно не определилась с более точным направлением в данной отрасли, но знаю, что хочу работать на атомной станции. Пока не знаю, будет ли это Смоленская атомная станция или это будет какая-то другая. Но я знаю, что хочу работать на атомной станции. Возможность работы на Смоленской атомной электростанции будет у хорошистов и отричников. Станция готова будет принять их на практику, заключив договор о целевом обучении после третьего или четвертого курса. А это значит получил диплом. Добро пожаловать в атомщики!